44 лидерства Несколько позже, когда у меня будет более сильная армия Так, ну давайте возьмем тогда еще два таймстопа Начинаем использовать Снова заходим в этот город, берем еще 8 порций И поедем дальше Например, центральный остров, чего бы и нет Ну хотя, может до конца с ней идут и этот Мало ли, что-нибудь еще тут интересно заметим Так, а кто здесь? Здесь еще больше противников, с ними сражаться не буду Может быть как-нибудь потом, когда у них станет более сильная армия Хотя у меня сейчас вроде бы неплохая У меня есть и гномы, и дворфы, и друиды, и эльфы То есть, как видите, стрелки у меня достаточно неплохие Хотя, мог быть и получше, наверное Например, те же архимаги Вообще, знаете, это все от удачи зависит Например, тех же друидов я видел на первом континенте Так Здесь 200 единиц ежедельного дохода Неплохо А что в нижнем? А в нижнем еще 139 Пары будут съедены В это, видимо, писал какой-то Огр, я не знаю Давайте пойдем вот сюда Здесь опять-таки противники Да, это противники Это союзники Ё-моё, это же вампиры Ребята, это то, что я хотел Ну что ж, ребят, вот теперь начинается еще более веселая часть игры Сейчас вы увидите, о чем я говорю Сейчас я просто увольняю все войска Оставляю только вампиров И я тем более еще нахожу карты Сахарии Блин, да у меня какая-то двойная удача сегодня Так, ну вот этот домик я уже посещать не буду Потому что эти друиды просто не позволят мне летать Да, как я уже говорил Эти вампиры у нас все-таки летающие А летать у нас здесь на букву F, как видите А приземляться на букву L Ну так что, ребята, имейте в виду Полет вам позволяет все-таки перелетать через все эти моря Леса, горы И все такое прочее В том числе через пустыни И противники нас тем более нападать не будут Что будет вдвойне приятно А кто здесь? А здесь уже у Тогры Не буду их трогать по той же причине, что и друидов, наверное Сейчас уже имеет смысл управляться на следующий континент Уже на последний И уж там-то мы поворуем на славу Особенно ставим стопами Ну, если мне повезет еще найти этот амулетик, о котором я вам говорил Так, садимся сюда Берем здесь новый кораблик И полетели на следующий континент На Сахарию Ну что ж, настает 15 недели Неделя кочевников И нам остается только 125 дней Но, по крайней мере, ниже этой планки мы, скорее всего, уже не опустимся Потому что у меня есть такое заклинание Как в таймстопе, ребята Давайте мы используем прямо все Почему бы и нет И отправимся до следования Сахари Почему используем прямо все? Потому что я не знаю точно, где находится этот самый амулетик Может быть он где-то находится В центре карты Может быть где-то в отдаленном углу Так что давайте искать И, кстати, здесь у нас какие-то дружественные войска, стало быть Давайте посмотрим И здесь у нас присоединяются архимаги Три летуны, можно сказать Но они у нас все-таки с низкой моралью Потому что у меня все-таки в армии есть вампиры А с высокой моралью архимаги, конечно, могут продамагать на славу Так, давайте посмотрим, что за пещера Кто у нас тут живет Никто у нас здесь не живет Потому что эта пещера является телепортом Но полетели дальше в таком случае Пока что суддуки трогать не буду Потому что мне все-таки надо найти Какого-нибудь амулетик Который увеличит ваше количество силы магии Вот он и есть, кстати говоря И надо бы еще найти дополнительные таймстопы Наверняка все-таки на этом континенте они должны быть По крайней мере я на это надеюсь Потому что у меня удача все-таки зашкаливает сегодня Давайте посмотрим Ребят, мне больше нечего уже сказать по этому поводу Опять-таки используем таймстопы Как видите, их уже стало как-то побольше По крайней мере они будут Более высокого количества, чем раньше За несколько прокастов я сделал себе уже 621 Можно еще немножечко закупить Так, давайте используем Ну и можно сделать в принципе до 1000 И мне тут вполне хватит, чтобы исследовать этот континент И даже кого-нибудь уничтожить здесь Противика здесь все-таки достаточно сильная Это как-никак последний континент Так что имейте в виду Закупаем еще немножечко про запас И здесь, как видите, у нас есть и друиды, и демоны И как ни странно, дворфы Ну как видите, у меня все-таки армия не такая же высокая Чтобы с ней сразиться Так что я на них нападать уж точно не буду А мы полетим, пожалуй, исследовать этот континент В поисках сундуков Погаст Как видите, нам уже по 94 лидерства здесь дают И дополнительные единички знаний И может быть какие-то новые союзники вроде драконов По идее они тут всегда будут Хотя бы в одной пещере Хотя по идее должны быть, например, две пещеры с драконами Но не важно Мы их когда-нибудь обязательно найдем здесь И кстати, неплохой бетчик Вроде бы увеличивает ваш урон, насколько я знаю Могу ошибаться, кстати И два заклинания Find Villain Так, полетели дальше Здесь еще больше лидерства Значит, еще больше драконов стало быть Ну давайте посмотрим, сколько мы их уже можем нанять Ну как я уже говорил Драконы у нас все-таки стоят по 200 лидерства То есть у них по 200 хп Значит, я могу нанять где-то 7 драконов Но беда-то в том, что недостаточно много золота 51 тысячи Хотя драконы у нас стоят вроде бы по 5 тысяч Ну 35 тысяч Вроде бы не так уж и сильно бьет по моему кошельку Так что, в принципе, можно нанять Так, и, ребят, вот как видите В это место можно прилететь только с помощью полета Больше никак И, кстати, вот здесь еще могут находиться, например, дружеские войска Так что, опять-таки, имейте в виду Если вы захотите сюда пробраться Заходим сюда И в этом домике обычно могут жить архимаги Вот на этом котелете, по крайней мере Ну да, здесь у нас живут архимаги Я могу нанять пока что 25 Потому что больше здесь недоступно Хотя, по идее, я могу взять еще 25 Я их брать не буду Потому что я собрался брать драконов пока что Давайте сядем сюда Здесь еще больше лидерства И давайте отметим все около этого замка Садимся И здесь у нас живет магус Теспел Ну, это стало быть некий друид Которого могли заметить на карте загадки Ну да, вот как видите Это некий чувак, который виднеется Выше главного злодея Центрального вот дракона Это друид у нас на фоне Сталнхеджа И он почему-то без драчков Но это стало быть какой-то очень сильный маг Так что с ним шутить уж точно не стоит Так На этом знаке у нас написано то, что У нас может уйти от пророчества Честное слово, я не понимаю Что это может быть за пророчество Видимо, нашему королю уже предначертано Судьбу умереть Хотя я не понимаю, что он мог плохого сделать С этим злодеем А может быть, это просто проделки магуса Который живет в этом замке Он вроде бы и друид Вроде бы предсказывает будущее Значит, на этом замке должно быть написано правда Но это, скорее всего, просто угрожащее сообщение Которое мы, по сути, должны поверить Так, здесь у нас еще больше вампиров Я думаю, их уже имеет смысл нанять И... Да, мне не хватает золота, к сожалению Ладно, полетели дальше Как-нибудь потом их все-таки возьмем еще Пока что мне нужны только драконы Вроде бы вот эти войска к нам должны присоединиться Потому что они у нас стоят вот так вот отдельно Но это друиды Я их брать не буду Они у нас не летают Еще больше знаний Точнее, еще больше заклинаний, можно сказать Так, два заклинания Race Control Я думаю, это будет полезно На этом этапе игры уже Еще больше лидерства Заклинание мост Ну, его можно, в принципе, использовать прямо сейчас Чтобы лид застряла мне Книжечку Так, это рада полезного заклинания Нам сейчас написали Но я не считаю мост полезным заклинанием Потому что он вообще не колдуется Как вы могли заметить Ну, по крайней мере, потому что я его наколдовал на траву Хотя, его надо колдовать именно через воду Не имею вообще смысла его колдовать Потому что у вас все-таки есть кораблик Да, тем более, вы еще летать сможете Уж на этом-то этапе игры Так, прилетели дальше И здесь еще больше дружественных войск Надеюсь, хоть на этот раз будут драконы Это опять друиды Ну да, че-то удача начинает меня уже подводить Вот здесь у нас противники Мы на них нападать не будем Потому что у меня, опять-таки, очень маленькая армия Так, здесь... Да, здесь драконы Наконец-то Берем их, разумеется, в нашу армию И сколько у нас уже их теперь? Пока что два дракона А, ну здесь противники, разумеется Я вроде бы заметил, там какая-то пещера есть Так же давайте сюда заглянем И здесь у нас живут гиганты Нет, я гигантов брать не буду Потому что они у нас все-таки не летают Поэтому я буду стараться брать именно драконов Ну, в первую очередь, по крайней мере А потом уже можно прилететь к тем же вампирам, например 74 лидерства Полетели дальше И полная карта континента Достаточно редкий такой бонус Ну, как видите У нас открыта полностью вся карта Хотя, если мы откроем ее сейчас Она у нас не вся Но Это можно сразу изменить, как только вы нажмете пробел И можно также переключиться обратно 76 лидерства Еще больше противников, разумеется Союзников тут как-то не очень много, надо сказать Так, ну полетели куда-то сюда, стало быть Еще один замок, давайте мы сейчас отметимся Это замок Зизарзас И здесь же у нас живет главный злодей Архдрагонбресс Страж вулкана Надо стало быть отсылка к мече магии 1, например Потому что там, помню, был такой вот бог вулкана, по-моему Но с ним сражаться было не обязательно Просто я говорю о том, что он там все-таки был Так Место для отдыха Ну ладно, это как это у Азии стало быть Ну что ж, это было достаточно в тему Потому что здесь все-таки очень много песка И если вы будете по нему ходить То мало того, что останется там стоп Так еще дни будут уходить Так, здесь у нас Демоны, драконы и архимаги Кстати, ни одну пещеру драконов я тут еще не увидел Как ни странно Хотя хотя бы одна из них должна здесь еще находиться Так, вот это у нас еще одно дружеское войско стало быть Это опять-таки друиды Что-то их тут как-то много уже свелось Стало быть, это работа магуса Так, ну Давайте полетим сюда Обратно Так, ну надеюсь хотя бы это будет пещера драконов Ну наконец-то Ну давайте возьмем всех 8 У нас остается только 11 тысяч Так что надо бы как-то с нашими деньгами распоряжаться поаккуратнее И может быть уже стоит на кого-то напасть Например, на отряды магов Так, кто здесь? Архимаги, демоны, вампиры Нет, я на демонов нападать не буду пока что Пока что они достаточно сильные Еще 4 рейс-контрола Кто здесь? А, придраки, гиганты, вампиры Вампиров много, так что я на них нападать не буду Только просто потрачу своих драконов Уж вы ему не поверьте Так, куда полетим дальше? Мы вроде бы еще здесь не были, да? Да, здесь мы точно не были Приземляемся И здесь у нас какой-то оазис Еще одно место для отдыха Еще 40 единиц лидерства Ну можно в принципе сейчас уже брать золото Потому что, как видите, его нам дают достаточно много А мне все-таки, ну тут явно не помешает Ну сейчас я взял лидерство Потому что мне его тут досталось достаточно много Целых 100 единичек Сокременная телепорта А, это у нас пелет телепорт Это мы помним Полетили дальше Здесь я уже вроде бы все забрал Так, и вроде бы все Мы центр уже исследовали Все, что осталось теперь Это только вот пустыня Ну хотя можно в принципе еще посмотреть Что находится Ммм Около того замка Которого сейчас могли заметить Находится у нас где-то в пустыне Ну тогда придется сюда полететь сейчас Посмотрим Мало ли что там будет полезного Да и тем более мне придется еще отмериться Около этого замка Но, к сожалению, я сюда приземлиться не могу Как ни странно, вы не сможете попасть ближе к этому замку То есть, около его ворот, например, стать Так что придется идти через эту пустыню Тратить наши драгоценные дни И потратить как минимум все-таки 5 дней А может быть 3 Ну да, все-таки немножечко опустится наша планочка Так что придется все-таки потратить И, кстати говоря, здесь все-таки можно было использовать таймстопы Не понял П А, ну да П Еще больше лидерства А, ну да, вот, ребят, как видите Здесь все-таки можно использовать таким трюком таймстопы Просто используйте Проходите по пустыне И вот так вот можно без проблем добраться до этого замка Не потратив даже дня Ну что ж, полетели обратно Берем еще больше таймстопов И можно уже отсюда выходить, в принципе Дальше мы можем поправляться обратно на наш первый континент И там уже как-то веселиться Вот, в принципе, то, что я хотел сделать Берем еще больше таймстопов А, ну да, я, конечно же Набрал достаточно много заклинаний Так что давайте мы сейчас поднимем себе немножечко контроль С помощью заклинания рейс контрол Немножечко так потратим наше заклинание Так, все, закончились И теперь давайте используем еще файт вилан Все, теперь освободилось место для наших таймстопов Берем еще больше Все, закончилось наше место Закончилось, я понял И теперь используем На всю катушку, можно сказать Опять-таки используем до тысячи Мне этого вполне должно хватить на мой первый континент Куда я, в общем-то, и собрался Ну, если что, там еще больше куплюсь И мне там все-таки достанется Как уже говорил, до тысячи Берем еще больше Ну, на всякий случай И можно же телепортироваться обратно Если у меня еще были заклинания, например Портал замок Или портал города Посмотрим, мало ли, тут в какой-нибудь городе Это заклинание продается Так, может быть здесь? А, здесь заклинание телепорта, к сожалению Ладно, полетели дальше Так, вот какой-то город здесь виднеется Мне интересно, что здесь продается А здесь молния А, ну, вроде бы это все города, которые здесь есть Больше здесь я не вижу Потому что здесь только три замка А каждый из этих городов Все-таки к какому-то определенному замку относится Ну, ладно, придется все-таки С помощью корабля Передвигаться на следующий континент Точнее, на мой первый Ну, вроде бы у меня есть Какое-то количество таймстопов Так что я не думаю Это будет особо критично Ну, так что поехали Мало ли, там еще купим заклинание Портал замок, например Да и портал города Я думаю, это будет делать Даже более эффективно Потому что я на втором континенте Ни одного замка все-таки не посещал А мне все-таки туда придется Как-то возвращаться Ну да, так что поехали На первый континент И, пожалуй, здесь остановлю Нашу серию С 16-м недели Осталось 120 дней Но, по крайней мере, у меня есть таймстопы Так что, ребята Теперь-то мы повеселимся на славу На нашем первом континенте На этом я с вами прощаюсь С вами, как всегда, был Слэпт Всем пока и удачи До скорых встреч в Кингс Паунте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok